Программа – это информационное обеспечение, которое заставляет личность отравляться. Весь массив этих данных хранится в мозге человека на уровне сознания и подсознания. Состоит программа из четырех блоков. Блок первый – ситуации. Ситуация представляет собой сочетание определенных обстоятельств и условий. Человек воспринимает их как сигнал для начала самоотравления. Это своеобразный спусковой крючок программы. Идет обычный поток жизни, и вдруг событие. Приезжает старый друг. Для алкогольной программы это ситуация. Праздники, торжества, поминки, знакомства, свидания, ссора – для самоотравления всегда есть какая-то причина. Даже когда кажется, что травит себя кто-то просто так. Появилось свободное время. У многих и это уже повод. Шел человек по магазину, вид бутылки соблазнил – вот и ситуация. Поел – программа табачного самоотравления сигнализирует. Пора травиться. Ждет кто-то автобус на остановке – снова от программы импульс. Отравляйся. И запрограммированная личность автоматически тянется к яду. Блок второй. Внутреннее состояние и эмоции. Сюда относятся все переживания, чувства и ожидания, связанные с процессом самоотравления. Человек всегда отравляет себя для получения эмоций и ощущений. Радости, спокойствия, бодрости или веселья. Что он при этом почувствует, зависит от психологической настройки на конкретную ситуацию, а не от вещества. Возьмем этиловый спирт. Если бы только химическое действие алкоголя определяло эмоции, то яд вызывал бы одни и те же ощущения в любой ситуации. Однако на поминках принято вести себя сдержанно. Траурная обстановка веселья не предполагает. На дискотеке молодой человек травит себя этанолом для смелости в общении. У другого в программе прописано, что алкоголь успокоительная в конце дня. Ощущения, которые испытывает отравляющийся человек, тоже программируются. К этой теме мы еще вернемся. А пока давайте изучим третью часть программы. Блок защиты. Назначение блока защиты – охранять программу от разрушения. В нем собирается вся информация, которая оправдывает самоотравление. Это ложные сведения о пользе и необходимости интоксикантов в жизни человека, абсурдные выражения, юмор на тему отравы, а также личные выдумки и оправдания отравляющегося. Сообщили запрограммированные личности сведения о вреде алкоголя, и тут же блок защиты реагирует на неугодную информацию. Для обоснования интоксикации он выдает псевдонаучные данные. Красное вино увеличивает продолжительность жизни. Если в меру, то можно. Мифы. Русские всегда много пили. Откровенный абсурд. Что за мужик, если выпить не может? Сильнейшее средство защиты программы – юмор, связанный с самоотравлением. Когда какое-то страшное и трагическое явление высмеивается, то воспринимать его начинают как нечто безопасное и даже забавное. Алкоголь – медленная смерть, а мы не торопимся. За чужой счет пьют и трезвенники, и язвенники. Программа старается максимально слиться с личностью. И тогда от блока защиты можно услышать – это мое дело, а я только по праздникам. Я курю очень мало и редко. Важно различать личность человека и программу самоотравления. Это две отдельные сущности. Всякая положительная мысль об алкоголе или табаке, высказанная человеком, на самом деле исходит от блока защиты его программы. Многие такие мысли и выражения стали стереотипными. Они точно повторяются у разных запрограммированных людей. Например, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Ну и последний, четвертый блок – ритуальные действия по самоотравлению. Глотание алкогольного яда, вдыхание токсических веществ, инъекции. Разберем на примере из кинематографа все четыре блока программы. У героинь фильма «Москва слезам не верит» намечается знакомство. Для программы алкогольного самоотравления – это ситуация. Травиться они собираются для более легкого, непринужденного общения. Девушки верят в то, что алкоголь помогает раскрепоститься. Это второй блок – эмоциональный. Что выдает в таких случаях блок защиты? Наверняка мысли вроде «Мы уже взрослые, имеем право». Что за вечеринка без алкоголя? Наконец, мы видим, как соблюдаются все необходимые ритуалы. Приглядитесь к окружающим. Вы легко увидите программы, которые заставляют их травить себя. Максим был не себя. Хочи рекомендуем успокаивать нервную систему? Программа каждого человека индивидуальна. Как нет двух совершенно похожих людей, так и нет двух абсолютно одинаковых программ. У каждого свой набор ситуаций, эмоций, оправданий и ритуалов. Программа словно живое существо, постоянно развивается, изменяется. Начинающий отравленник держит табачные изделия неуверенно, а у опытного все действия отточены, доведены до автоматизма. Но при всей индивидуальности каждой программы самоотравления есть то, что их объединяет. Любая программа работает по одному и тому же алгоритму. Нужно отравляться в определенных ситуациях, для получения заранее ожидаемых эффектов и ощущений, при этом оправдывать и обосновывать свое поведение информацией, накопленной в блоке защиты. Совершать самоотравление требуется с соблюдением особых ритуалов. Внешне бомж, глотающий лосьон и аристократ с фужером элитного шампанского, отличаются. Но оба они запрограммированы на самоотравление одним и тем же ядом – этиловым спиртом. В этом смысле нет принципиальной разницы между водкой и героином. Разные химикаты, разные способы доставки яда в организм, разные скорости и характер деградации. А суть явления одна и та же. Социальные программы – это не только вредные привычки. Полезные навыки тоже являются программами. Но полезные навыки – умение водить машину, привычка делать гимнастику по утрам, способствуют личностному росту и поддерживают нормальную жизнедеятельность. А вредные социальные программы – самоотравление, воровство, пристрастие к азартным играм ведут к деградации и многочисленным бедам. Полезные программы можно сравнить с помощниками, а вредные – с паразитами, которые воруют время, здоровье и деньги. Запрограммированный человек – верующий. Он верит в то, что травиться – необходимое оправданное занятие. И свою веру готов защищать, готов даже пострадать за нее. Вот почему запрограммированную личность зачастую не останавливают возникающие проблемы, болезни или наказания. Можно провести детоксикацию, снять ломку. А человек спустя какое-то время все равно возвращается к своей привычке. Очистили от яда только его организм. С убеждениями никто не работал. Возникла ситуация самоотравления, и человек, как робот, снова реализует заложенную в него программу. Вспомните эпизод из «Золотого теленка». Шура Балаганов получил от Остапа Бендера 50 тысяч рублей – невообразимые для мелкого жулика деньги. Но в трамвае Балаганов позарился на кошелек с мелочью. На карманной краже он и попался. Никакой необходимости воровать не было. Сработала воровская программа. Устроена она так же, как и программа самоотравления. В ней те же четыре блока. Первый блок ситуации. Шура попадает в переполненный трамвай. Для его воровской программы это становится сигналом – воруй. Появляется азарт. В кровь идет выброс адреналина. Это второй блок программы – эмоциональный. Оправдывает воровство блок защиты. Шура убежден, что красть в подобной ситуации занятие правильное, и никаких угрызений совести не испытывает. Ну и, наконец, действия у карманников отработаны до автоматизма. Это чуть ли не искусство. Вот и четвертый блок. Когда пойманного Шура уводили, он кричал, что совершил кражу машинально. И действительно, Балаганов был лишь исполнителем программы. Люди порой долгие месяцы или даже годы воздерживаются от самоотравления алкоголем. Но в определенной ситуации возвращаются к этому занятию. Срабатывает программа. Выскакивает словно черт из табакерки. Продолжение следует... Врач рекомендует снотворное. В неделе. Для дома, для семьи. А это-то, сынок. Скажешь, у вас в Афганистане водку не пьют. Закон был такой. Уважаю. Только на поминках три рюмки выпить требуется. Тоже закон. Только наш. Всем встать! Это моя квартира. Я в свой выходной гуляю с друзьями. На свои заработанные. Имею право. Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.